Сегодня спецобъект коммунарка – это мемориальное кладбище на месте расстрельного полигона, где в годы сталинских репрессий совершенно секретно казнили и хоронили различных высокопоставленных деятелей. По приблизительной оценке экспертной комиссии, здесь покоятся останки порядка 11 тысяч человек, менее 5 тысяч известны поименно. Многие ученые, оставшиеся в России, конечно, многие смогли уехать на так называемом философском пароходе. Это, собственно, не один пароход, их было много, это просто такое, так сказать, некое обобщающее название. Но те, кто остались для того, чтобы трудиться на благо России, и таких было много, вот многие из них оказались тоже узниками коммунарки, и многие из них лежат в ее земле. В память о жертвах репрессии в историко-культурном центре открылась тематическая выставка, которая рассказывает о трагических страницах истории России. Ее организовали потомки расстрелянных. Судьбы, истории, через которые раскрывается вся глубина большого террора. В жизни государства было много разных периодов, в том числе и такое, о котором сделана эта выставка. Выставка нужная, она востребована, тем более для молодого поколения. И то, что сейчас говорит эта выставка, я бы рекомендовал школам организовать экскурсии, прийти, посмотреть, да и взрослым. Есть смысл на это дело обратить внимание. До 2012 года территория коммунарки входила в состав Ленинского района. Сейчас это новая Москва. В годы сталинских репрессий недалеко от спецобъекта находилось еще два места с трагической историей. Бутовский расстрельный полигон и Сухановская особорежимная тюрьма в Свято-Екатерининском монастыре. Жительница Расторгуева Вера Пинто также поделилась воспоминаниями о своих репрессированных предках. Дед-то мой был родной брат Людвига, которого репрессировали в 1939 году, и она сидела 14 лет. То есть был наложен запрет страшный. В связи с тем, что была наложена просто плита бетонная на память, вот мы должны это знать обязательно. И спасибо организаторам этой выставки, что они поднимают даты, поднимают фамилии людей, поднимают неизвестные факты из истории нашей. Потому что у кого нет истории, у того нет и будущего. Выставка «Место памяти. Спецобъект коммунарка» открыта для посещения до 28 мая. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова